Кстати, это всех нас касается. Когда начнешь искать замены, у вас вокруг все потоптано, никого нету. Один я. Вам некуда, как сегодня президент, несколько выбирать, только я. Вот. Да? Асхат на меня смотрит сейчас. Никого нету. Один я, вот видите, торчу. У вас других нету. Поэтому держите за меня. Следующий хуже будет еще. Конечно, для подготовки кадров высокого уровня я лично и государство тратят большое время, большие деньги и так далее. И мы ожидаем от этих людей, чтобы приносили решение. Много раз я вам говорил, если дело не идет, надо менять первого руководителя. Если он приходит к тебе, ставит вопрос большой, но не говорит, сколько вариантов есть решения этого вопроса, это проблема. Он сам проблема для тебя. Освобождайся от таких людей. Это и меня касается, и всех нас касается. Есть люди, обученные, молодые. Но не пускают их никуда. Вот меритократия, о которой мы должны, мы говорим, должно стать нормой. Меритократия, опять же, простой народ, что понял, все ступеньки должны пройти. С низов до верхов. Тогда он будет. О судьях мы говорим, об остальных говорим, об государственной службе тем более надо. Этот принцип должен применяться везде. Бизнес-структура, в квази-государственном секторе, особенно на государственной службе. Кстати, сегодня я наложил вето на закон о государственной службе и возвращаю ее в парламент и прошу рассмотреть мои изменения. Необходимо определить четкую позицию по выходу госслужащих на пенсию по достижению пенсионного законного возраста. Хватит. 25 лет всех держали, тащили и надо уходить. Есть конкретный срок выхода у каждого. В советское время за 2-3 года, если отпустит, обрадовался, уходил. Казахстан. Да? Сембасан и зимойоко. Это выбор на мне относится. Баскаларга. Есть конкретный срок выхода на пенсию. Я знаю, сколько таких сидит по всему Казахстану, на всех уровнях. Это должно распространяться и на политических служащих. Единственным исключением, может быть, в законе мы просим предусмотреть, ряд должностей политических служащих, назначаемых президентом, срок выхода которых президент по своему решению может продлить от 1 до 5 лет. А может и не продлить. Надо продумать систему оценки эффективности деятельности руководителей. В этой связи поручаю правительству принять необходимые меры по дальнейшей реализации программы трансформации фонда. А сам РУК Казне до 1 апреля следующего года обеспечит переход на новые методы управления структур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова